Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Четверг, 9 ноября и давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на финансовых рынках. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня торгуется уже вблизи максимальной значения, которую мы видели вчера в области 1.16.11 не смогли обновить также локальные минимумы, поэтому если евро-доллар сможет закрепиться выше уровня максимальной значения, которую мы видели вчера, то вероятно начало коррекционного восходящего движения по данным паре с целями движения в область 1.1689. Пока мы не увидели пробитие и закрепление за данным уровнем, сценарий на ослабление с целями движения на 1.1575 и далее на 1.1560 остается в приоритете. Пара британский фунт и американский доллар вчера смогла закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели с 7 ноября и на текущий момент тенденция в рамках часового таймфрейма преобладает на понижение. Возврат к покупкам будет актуален в том случае, если мы закрепимся выше отметки 1.3176, максимальное значение, которое мы видели 8 и 7 ноября. Пара американский доллар и японская иена продолжают снижаться, не смогли сегодня закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели 8 ноября. Ну и собственно тенденция движения вниз продолжилась. На текущий момент ближайшие цели это закрепиться ниже минимальной значения, которую мы видели вчера, отметка 113.39 и далее пойти уже на 112.83. Возврат к покупкам будет актуален после преодоления максимальной значения, которую мы видели вчера и закрепления за уровнем 114.00. Пара американский доллар, канадский доллар на текущий момент в рамках часового таймфрейма продолжает снижаться. Вчера мы видели, точнее во вторник 7 ноября мы видели закрепление выше максимальной значения, которые были зафиксированы 6 ноября, что возвращало нас к покупкам. Ну а сегодня мы торгуемся вблизи минимальной значения уже вчерашней торговой сессии. Точно так же, если канадцу удастся закрепиться за данным уровнем, то уже вероятен возврат к продажам по данному инструменту. И цели по движению отметка 1.2704 дали на 1.2630. Если этого мы не увидим сегодня, если пара не сможет закрепиться ниже данных значений, то уже будем двигаться по тому сценарию, который на текущий момент преобладает в рамках часового таймфрейма с целями движения на 1.2777. Пара австралийский доллар, американский доллар на текущий момент также торгуется вблизи максимальной значения, которую мы видели вчера. Это область 76.84. Если австралийцу удастся закрепиться за данным уровнем, то также вероятен возврат уже к покупкам с целями движения на 1.7734 и далее на 1.7875. Пара евро-фунт вчера смогла закрепиться выше максимальной значения, которую мы видели 7 ноября. Сегодня мы немного корректируемся с открытием, но на текущий момент в рамках часового таймфрейма пока у нас тенденция преобладает на укреплении с целями движения в область 88.64 и далее на 89.35. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели 7 и 8 ноября, преодоления отметки 87.97. Золото продолжает укрепляться. Вчера был обновлен локальный максимум. За последние несколько торговых дней доходили до отметки 1287 долларов за тройскую унцию. Ближайшие цели по восходящему движению – это область 1304 доллара. Возврат к продажам будет актуален после преодоления минимальных значений, которые мы видели вчера в области 1275 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent пока продолжает корректироваться. Вчера на данных по запасам нефти не смогли уйти дальше вверх, не обновили даже локальный максимум, поэтому на текущий момент тенденция на ослабление преобладает. С ближайшими целями движения сначала закрепиться за отметкой 6305, затем дальше пойти уже на 6039. Возврат к покупкам по данному активу будет актуален после преодоления максимальных значений, которые мы видели 8 и 7 ноября, отметка 64.91. По индексу DAX на текущий момент коррекция пока продолжается. Ближайшие цели по нисходящему движению – это область 13316. И если говорить о возобновлении покупок, то это будет актуально после обновления максимальных значений, которые мы видели вчера в области 13421. Биткоин вчера вернулся уже к покупкам, преодолели максимальные значения, которые мы видели 7 ноября, закрепили за этим уровнем. И вчера мы видели обновление вновь исторических максимумов на отметке 7767. На текущий момент тенденция на укрепление сохраняется. Ближайший коррекционный уровень находится на минимальных значениях вчерашней торговой сессии в области 7050. Преодоление данного уровня уже вернет нас к коррекции по данному инструменту. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ставьте ваши лайки, если вам это видео понравилось, если было полезно. И если у вас есть вопросы, то обязательно пишите их в комментариях. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok